В предыдущих сериях Буряковка. Придя утром на Буряковку, мы обнаружили пропажу Джокера, после чего продолжили путь в сторону Припяти в наш дом. Дойдя до дома, мы пополнили запас воды, помылись в реке под дождем и после вкуснейшего супа приготовились к ночному рейду в Припять. На улице стемнело и мы готовимся к ночному рейду в Припять. Вначале мы планируем посетить подвал медсанчасти, хотя в предыдущих походах мы не собирались туда идти, но в этот раз мы все-таки решили пойти, но не для того, чтобы смотреть вещи пожарных. Ведь это, ну если по-честному, это большой баян, их видели практически все, их снимали все и видео из этой комнаты на ютубе больше, наверное, чем нужно. Нам интересно исследовать весь подвал, ведь на самом деле он очень большой и нам кажется, что мы можем найти там что-то интересное помимо комнаты с вещами пожарных. И после этого нам нужно забрать схрон, который для нас сделали в Припяти с вкусняшками. Состав позже покажу. Забирать его нужно именно в темное время суток. С одной стороны, ночью гулять по Припяти прикольно, но есть небольшие, скажем так, нюансы. Во-первых, ночью активизируются животные. Мы сейчас пока идем, уже слышали несколько лосей. И другой момент. Для кого-то может показаться мелочью, но тем не менее. По пути, прямо вот на дороге, куча паутины, куча пауков. Мы идем на красном свете. Паутину эту практически не видно. И мы ее вместе с пауками сбиваем лицом постоянно. Ну, момент такой, не самый приятный, скажем так. Прямо сейчас находимся на центральной площади Припяти. В 100 метрах КПП Припять с собаками. Поэтому идем максимально тихо. Переводим к себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте сейчас зайдем, переоденемся и уже пойдем. Продолжение следует... 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 все мокрое потому что если завтра будет такая же погода целый день дождь то мы застрянем здесь надо на дольше чем мы планировали и возможно придется вносить коррективы наш маршрут чего конечно не хотелось бы а Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И пришли к выводу, что скорее всего это менты. А что они делали в такое время в ливень? Там тоже есть ответ на этот вопрос. Вчера или позавчера какие-то пидорасы в очередной раз раскрасили в цвета ЛГБТ технику на ТХ-2. И, видимо, ментов взяли, как говорится, за одно место и заставили работать. Вот они в час ночи в ливне сидели, кого-то высматривали. Высмотрели нас. Мы сориентироваться не успели. Пошли в эту парадную, потому что побыстрее спрятаться от ливня. Но все-таки нам повезло. Они спалились. Они начали по лестнице очень сильно спускаться. Это было слышно. И мы быстренько оттуда свалили и перешли в дом через квартал, да, по-моему. Так что им не повезло, а нам повезло. Как-то так. Шашлык из лов. Не представляю, сколько вот этим вот из них влаги выпарилось, потому что они реально, вон, смерлов. Я вот так на язык нажимал, и из них вода капала. У меня вот так вот нажимаешь, выступала на замше вода. То есть насквозь. Сейчас они уже такие влажненькие. Но не полностью сухие, но влажненькие. Уже хотя бы можно носить. Думаю, они вот так вот постоят. Костер прогорит. Они сейчас под угольками постоят. И уже более-менее будут в норме. Внутри, конечно, они еще сильно влажные. Но все равно влага изнутри будет начнет выходить наружу и просохнут. По крайней мере, это уже хоть что-то. Потому что вчерашние наши приключения. Вывели нас реально из игры на день. Говорил, надо в ментовке прятаться. Когда дождь только собирался. 15 минут были, не успели. Реально 15 минут времени. То, что мы не успели. На день нас тормознули. Тупо на день. Замечательно то, что мы решили сделать такой перед их моральный. Я этого и хотел. Чтоб мы никогда не ломились. Потому что сейчас пошли бы на мокрые обуви. У него и так он в мозоли, что кровь херачит с них. То закончилось бы это совсем плохо. Надо знать грань, когда остановиться. И когда заново продолжить. Продолжение следует...